Сейчас вот немножко загружилась в голову пациента, да? Это тоже нормально, иногда даже бывают обмороки или там что-то еще такое, чувство объединения или наоборот отрезвления, всякие такие эмоции. Это позволяет полежать человека, да? Лучше, конечно, полежать, да? А сколько? Ну это тоже недавно, либо посадиться, делать отток крови вниз руками, сидя уже. Ну, от висков, до шеи, до ключичных впадин, вниз. Ну это сидя-сидя, когда вы потом сядете, да, перераспишите кровь обратно. Вообще это называется кислородное объединение. Кровь сейчас хлынула в мозг, мы кучу блоков зажатия сняли, да? Да. И это огромный массированный удар по нашей черепной коробке. Во-первых, кровь несет кислород с собой, да? Да. Кислородное объединение получается. Во-вторых, идут снятия блокад информационных. Вы знаете, что у нас к каждой клеточке практически, к каждому органу тянется нервная такая ниточка, которая в тысячу раз тоньше волоса от мозга. И мозг постоянно должен себя контролировать. Особенно мозжечок, он контролирует постоянно полярность человека относительно магнитных полюсов Земли. Его расположение каждой косточки там вверх-вниз. Где какая-то боль или нет, он посылает туда сигнал, получает обратно, посылает обратно. И эта система в 200 или в триллионы раз мощнее, чем любой компьютер. Представляете, какое количество информации мозг обрабатывает? Я вам даже, например, скажу, что когда вот эти все волокна тончайшие посчитали, ученые соединили, знаете, какая получилась длина? Не поверите. Расстояние от Земли до Солнца 300 раз туда и обратно. Представляете? Каждой клеточкой. Да, каждой клеточкой. Представляешь? Какой наш организм? Представьте, от Солнца идет свет. Со скоростью света 300 км в час. Да. До Земли сколько? 8 дней. Просто представьте, это глобальность. И вот мозг 300 раз туда и обратно. Причем, мы говорим, что скорость мысли быстрее скорости света. Да. Вот именно поэтому. Он все в организме получает тут же, ежесекундно и контролирует себя. Понимаете? Самое страшное, когда я прыгал с парашютом, это было 3 секунды, когда парашют не открылся, и меня снесло турбулентностью из самолета, да? И вот полностью вот такое вот движение, дисбаланс, когда мозг перестал контролировать, да, где пол, где стены, где вверх, где низ. Это очень страшно. Люди сходят с ума. Проводили даже в Питере такой эксперимент. Водолазов запустили в цистерну, ну, примерно размером свою комнату, полностью заполненной водой и выключили свет. Они перестали ориентироваться в пространстве, где вверх, где низ, где что. И потихонечку у них, ну, там, говорят, через 15 минут уже шею изофрения развивается. Через там минут 20-30 уже человек с ума сходит. Понимаете? Это он считает в невесомости, да, еще? Практически в невесомости, да. Как космонавтов есть? Да. А космонавт строишь? Ну, и готовят целый год, представляю, чтобы они психологически это все выдержали. Именно по той причине, что мозг должен постоянно, он обязан постоянно получать от нашего тела информацию. И потом, были блоки, значит, он недополучал где-то. Были блоки, недополучал, недополучал. Машка сейчас вообще умная стала. Умная, да. Мы сейчас все отпустили, и обычно, почему опыт бывает? Информация мгновенно хлынула в мозг, и мозг как компьютер от перегруза просто не отключается. Это не страшно, это буквально секунд 5-10 занимает, потом он бац, и включается. Перезагрузка, да. Есть еще просто уморки, когда давление поднимается. Да, и опускается. Снизу сразу поднимается. И давление, да. И давление тоже может быть, да, подняться. Ну, чтобы упустить, это мы с помощью наш хруп, потом его выпускаем. Ну, давайте. Вот, смотрите, шейные позвонки. Я тебе в столе хрустел. Сейчас мы то же самое сделаем лежа. Лежа делали, да? Да. Можно сидя делать, можно стоять, можно лежа. Смотрите, можно лицом вниз, можно лицом вверх. Все по-всякому, в принципе, просто разные способы. Разные методы. Чуть-чуть мы голову доворачиваем вот сюда. Вот так. Смотри. Она лежит на щеке. Вот на этой. На щеку. На щеку положили. Таким образом у нас получается из черепа, вот за счет щек, вот этот упор, да. Получается, мы поворачиваем вокруг вот этого упора. У нас получается механизм такой. Чувствуй сюда вот скулы и… Еще это, да. Только вращать будем немножко вот так вот. Мой себе не надо. Немножко в сторону. Смотри, это чтобы у нас был упор в скулу. Сам позвоночник, видите, немножко пошел вот сюда, да? Для чего? Чтобы у нас расслабились вот эти мышцы, да? И, ну, эти-то, и потом уже расслаблены. Смотрите, они прям провисли, обмякли. Да? Да. Видишь? А здесь нет. Вот мы сейчас поэтому будем их расслаблять с помощью рук. Давить будем, захватывая череп, вращая их от центра, да? От центра по дуге вот туда пошли. По диагонали. А этой рукой упираемся в ключицу и по диагонали двигаемся в ту сторону. Но тоже с небольшим доворотом сюда. Слушайте, ну, простите, мне надо поставить сережку. Давайте, например, управляем. А, да, вот сережки их бывает мешают. Все заклопки металлические, все вещи надо снимать сюда. Все мягкие. Обычно даже я говорю своим клиентам, чтобы они снимали кресты, все свои золотые. Некоторые, вообще, бывают все в золоте приходят. Все в порядке. Вот, ну давайте я без накрытия, чтобы вы видели механизм, да? Смотрите, повернули голову чуть-чуть довернули. Ось меня сместили, да? Чтобы был упор. Вот в разные стороны. Потом я доверяю это сюда, а это сюда. Тоже растрясли. Также в противофазе, видите? Чтобы почувствовать. На самом деле, пока вы трясете, вы уже, за это время уже может произойти обратная фиксация позвоночника. Больно? Обратная коррекция. Растяжка. Больно? Да. Ну и все, я это называю, естественно, не терапией, я это называю коррекцией. Потому что конкретно мы кости не вправляем. Мы только вот возвращаем все вот эти нажимы назад. Слышали? А я еще не нажал. А если я нажму, то будет вот так. Живая? Ну что? Вот, по-моему, отсюда до сюда пропустело. И плюс еще вот эти связки. Внялась почти. Почти. Машку, видите, выпрямили. Так. Давайте теперь в другую сторону попробуйте сделать вы. Еще немножко эти головы в голову. Так? Да. Так. Ставим голову вот так. Правильно? Да. На скулу. На скулу. Теперь, смотрите, поворот вокруг скулы. Вот чувствуешь? Ну, а теперь надо захватить за череп, чтобы еще давить в ту сторону. Я тоже подруга. Вот тут одна сторона есть. Да, да. Чувствуете, что она, это, просто, ну, легко крутится. Угу. Теперь ты попробуй. Пробуй с этой стороны. Вот этой. Вот этой рукой. Потому что ты будешь давить. Нет. Вот здесь ты должен. Максим, вот так возьми. Так. При сноровке нужно давить вообще прямо вот так вот. Но пока выучитесь, обязательно, да, череп, захвати, прям его захвати. Вот. И смотри, вот вокруг скулы она крутится. А теперь на себя это немножко тянется. Вот чувствуешь? Вот захват. Вот. Вот это у тебя есть захват теперь. Больно? Ого. Ну, пока не больно еще. Вот. Чувствуешь? А этой рукой вот сюда опирается, где косточка. Ага. Теперь почувствуй, куда ты давишь. Немножко сюда и сюда. То есть вращение и подегональ. Так. Ну, пусть ты не надавишь, а давишь все-таки сверху. Так же держи, но центр своей вот этой… Основание ладони. Центр основания ладони, да, он должен быть все давящие силы. А давишь вот туда. Так. Хочешь сейчас надавить? Ну, не боюсь. На шею встань по себе по центру. Иначе ты что-то запутаешь. Во-вторых, ну куда я посмотрю. По сторонам. Да, тут вот еще вот, не забудь. Пальцем хватит чижим. Ну, давай попробуй. Так. Куда вектор? По диагонали. Все время все давления, я так поняла, все все идут, ну, вот так. Вот, да. Мы же растягиваем. Ну, какой-то. Еще раз. Ну, да, да. Ну, вот так. Как еще раз? Еще раз. Голова крыться вот в этой плоскости, да? А за череп ты давишь вот туда, одновременно. Конечно. А здесь крутишь в этой плоскости. Так? А дальше сюда. Да, мы растягиваем. И нажимаем. Вот. Ну, ты не тянешь, гад. Ты наживаешь мне на голову просто вниз. Ты просто на голову вниз нажал. Надо растягивать. Вот так тянуть? Да. Там надо еще тебе тысячу биллиантов, Макс. Не в этом дело. Механизм надо просто. Тогда два и десятых натянуть, да? Чувствуешь? Почувствовал? Угу. Или нет? Захват. Ты не отпускай захват. Ты не должен соскальзывая ни в коем случае быть. Захват здесь и захват здесь. Даже когда качали уже вкусного, да? Да все. У нас надо будет. Уставляешь уже все. Теперь я еще. Подождите. Готова. Ну, тогда все. А я? Сфоткай. Сфоткай. Сфоткай ее за... Сфоткай меня. Да, я сфоткаю. Я хороший. Хороший. Человек наоборот. Вот. Тебе вертикально только фоткают, да? Да, как я учусь. Подожди. Подожди. Сейчас подожди. Удовольствия Машки не умею сейчас. Подожди. Нет, ты так всегда не дави. Я споюсь без головы осталась. На, лучше ты фотографируй. А то мне надо посмотреть, что она делает. Давай показывай, как ты сделала. Вот так его поставила. Так, правильно. И вот. Вечером. Я, во-первых, знаете, что я обычно рекомендую... руки спустить, потому что упор будет лучше в плечо. Вот. Тяните? Машка. Тоже на голову? Не только голову, а в плечо ты не упираешься. Вставь мне нормально голову. Во-первых, встань посередине. Для начала. Так. Да. Ну, смотри. Я показывал, чтобы захватывал череп. А, все. Это будет для начала более правильно. Потом, когда научишься, уже можно по-разному. Подожди. Не дави на голову просто без растяжения. Ты, получается, мне сворачиваешь голову сюда, а плечо ты не тянешь. Я поняла. Так подожди, дай мне научиться. А как плечо? Показывайте мне. Одновременно. Вот смотри. Начинай, попробуй отсюда. Ты раскачиваешь. Вот он уже тянется двумя руками. Я упираюсь и сюда, и сюда. Вот видишь, растяжка. Угу. И не сначала это, а потом это. А вместе. Все одновременно, да. Начнем вот с изнутри. Чуть-чуть прям почувствуй вот эти вот импульсы. Тянется теперь? Да. Вот плечом вот сюда. Вот так? Тут захват еще сделаю. Может кто-то тянется? Да, только не за ухо. За ухо? Нет, не за ухо. Вот так, да. Тянется? Да. Ты не так. Вот так вот. Ага, все. Поняла. И в другую сторону. Переложи ее голову, переложи ее голову. Нужка бедная. Это и Микки, жалко уже. Я говорю, что... Так, ну аккуратно. Защелись так не надо. Ты просто еще когда разкачиваешь, то... Сейчас за ноздри будет как раз. Вот так, по поверхности. У меня стирается скула, понимаешь? Ага. Поэтому надо качать. Они вот так делают. Да, ты должна почувствовать уголок вот этот. Так я ей голову туда ставлю, а она у меня все время ее сюда. Так, не доставила голову. Стой, на скулу поставь. Вот. Еще чуть-чуть. Вот так, залог. Видишь, смотри, бери залог. Они за челюсть или рот так... Аккуратненько. Сама стой посередине. Получается? Вот, теперь я поймала. Да. Правильно? Чтобы голову... Туда вот. Причем туда. Вот. Вот сейчас правильно, да. Вот смотри, ты когда поймала, я уже ушла лицом. Поэтому надо держать голову еще. Куда тебе еще держать голову? Ну смотри, вообще это... И моя скула, она перестала быть опорной точкой. У меня начало быть щека, понимаешь? Угу. Займа говоришь. Дай ничего. Значит, когда Маша там полежит, когда на ее скуле там потренируется, вот тогда ты будешь точно знать, как правильно. Нет, ну мне-то это самое, как бы... Я тоже хочу научить. Нет, понятно. Чтобы это все понятно, надо быть и там, и там. Смотри, она плечо подняла. Стой, не делай. Подняла плечо. Значит, ты где-то перетянула. Вот, ровненько положи ее. Вот так нормально? Да, да. Хотя все-таки заключите зацепить вот это как-то сверху, да? Ты на щеке лежишь сейчас? Да. Нормально так? Угу. Вот так нормально? Угу. И вот так, и все, да? Да, да. В разной стороне. Вот так. Ой, череп, подожди, чтобы не заскальзывала рука. Вот череп. Опа. Вот смотрите, так мы даже правим одновременно, не только вот ротируем все позвонки, но и даже позвонок Атлант. Даже он встает на место. Вообще. Да, и вот почему. Я ее голос хочу собрать. Сейчас давай, давай, собери. У меня вот эти замучили. Вообще, когда вы будете понимать вот это движение на растяжение. Угу. 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 Олег, два минуты порвать надо. Угу. Ну, мы сейчас пойдем все вместе. Нормально? Нет, нет. Чтобы ты письмо прочитал. Сейчас, подожди, мы закончим. Смотрите. Вообще, когда вы будете понимать это движение, вам не нужно будет никаких упоров. И сразу. Вот там точка. Сразу держите. Опускай его. Расскажи. 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 Нет, подожди, ты не поставила голову за скул.